привлекательный дизайн отличные материалы качественная сборка водонепроницаемость 5 атмосфер плавательные тренировки встроенный gps шикарный amoled дисплей большой выбор циферблатов 14 дней автономной работы все это можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием мосфит gts я бы сказал что с этими часами мосфит как раз ворвался на рынок умных часов и сделал тогда то что никто не мог сделать они сделали идеальную реплику apple watch хотя это не реплика а просто выглядят похоже но к слову я уже делал обзор на данные часы только китайской версии как же на самом деле дела обстоят у данных смарт-часов в глобалке притом по прошествии довольно приличного количества времени сейчас я вам расскажу всем привет вы на канале пользы нет меня зовут сани здесь только быстрый обзор и долгие стримы и сегодня вопреки всему несмотря ни на что я буду обозревать часики которым как модели уже больше двух лет основной и плюс разумеется как и у всего сегодня это ценник почему потому что она стоит чуть чуть дороже чем mi band 6 версии даже 7 чуть чуть но выглядит почти как apple watch прямом смысле почти как apple watch вы сейчас увидите обзор был довольно давно прошивку в хорошем смысле очень во многих местах допилили здесь разумеется amoled дисплею не боятся они воды в них можно плавать есть разумеется gps к слову лучше разумеется приобретать что-то не из разряда хэллоу хотя я тоже за них и пусть они даже получаются на процентов 50 дешевле вот это дело по качеству по материалам по сборке и всему остальному на голову пока выше хотя сама по себе модель довольно такая древненькая разумеется здесь есть поддержка спортивных режимов легкий вес что поменялось прошивки что поменялось комплекте если кто-то вдруг видел уже обзора на них вы сейчас увидите если ничего не поменялось опять же те кто имеют возможность и пользовались данными часами напишите ваши эмоции по поводу них у них были недостатки но как всегда я считаю что любой недостаток подобных часов это в первую очередь цена когда ценник становится лояльным а сейчас их скидывают очень очень неприлично дешево ты смотришь на них по-другому до довольно большой экран с большими довольно гранями но читабельный очень качественный ремешок хотя опять же мосфитов я особо советую спортивные ремешки один раз раскошелиться с дырочками они прямо супер шикарные и из интересного кстати напоминаю что на канале разыгрываются беспроводные наушники sony и ванма и 5 бэндов 6 серии за лайк подписку и комментарий к любому видео ежемесячно в описании вы узнаете все условия зарядник не поменялся два контакта ничего не падает все еще ремешок быстросъемный digital crown здесь не digital crown на просто кнопочка подключаются они к мосфиту программки зап документация нам абсолютно не понадобится разумеется они полностью на русском языке игорю самое интересное так что будет на момент вашего просмотра ценник на них 39 граммов вместе с ремешком по размерам все стандартно 36 миллиметров на 43 миллиметра и в толщину они 10 миллиметров 10,8 смотрим 7 обзоров неделю выгружаю ежемесячно разыгрываю 5 бендов 6 серии за лайк подписку и комментарии к любому видео условия конкурсов которых под конец месяца всегда много в описании допустим сейчас я разыгрываю наушники ванну его дороже десятки и sony и сами знаете сколько они стоят помимо этого напоминаю что подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи нас там почти 14 тысяч человек и телеграм-канал скидок 52 тысячи человек допустим вчера я постил вместе с обзором realme q5 про на снэпе 870 стоит 16 900 притом там полный фарш либо напоминаю что ван класс 10 про глобалочка все еще стоит 36 уже даже дешевле конечно нужно покупать через киви чуть-чуть включать голову и все делать по инструкции но все это найдете в моей телеге при том с видео инструкциями полетели расскажу про часы поставляются данные часы в шести разных вариантах расцветки это красная черная голубая серая белая розовая дизайн часов привлекательный минималистичный нижняя часть часов изготовлены из матового пластика корпус выполнен из авиационного алюминиевого сплава с фронтальной части экран покрыт закаленным стеклом corning gorilla glass 3 поколения который многие считают самым удачным к слову по поводу отношения к царапинам она разумеется с олеофобным покрытием но не самое лучшее там зависит от партии как повезет качество материалов отличная сборка меня порадовала за что несомненный отдельный плюс на мужской руке и на женской mosfet gts смотрятся аккуратно лично мне по внешке они очень даже зашли приноски часы не ощущаются и спать в них более чем комфортно на корпусе расположили два контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья такие как оптический датчик bio tracker ppg 6 осевой датчик ускорения 3 осевой геомагнитный датчик барометр и датчик освещенности далее есть одна физическая кнопка нажимается она хорошо и люфт у нее практически отсутствует в стоке она выполняет функцию включения выключения экрана возврат и зажатием можно перейти к тренировкам в настройках на самих часах можно повесить любое другое действие на эту кнопку что очень даже удобно летим дальше оснащены смарт-часы amoled дисплеем на одну целую 65 сотых дюйма с разрешением 348 на 442 точки плотность пикселей приличная 341 ppi стопроцентный ntsk скроллинг не совсем плавный но перемещаться по интерфейсу часов довольно удобно не бесит он автояркость на борту и работает отлично при прямом попадании света на экран мне лично яркости хватает солнечный день использовать часы можно без проблем и вглядываться не приходится за что отдельное спасибо интерфейс доступен разумеется на русском языке с хорошим таким переводом в целом экран меня порадовал своей цветопередачей так как она насыщенная контрастная вдобавок сама картинка четкая рамки есть но к ним быстро привыкаешь и в дальнейшем их не замечаешь авто выключение экрана максимум до 15 секунд чего как по мне маловато always он дисплей на борту за что отдельное спасибо вдобавок он полноценный поднятие запястья для активации экрана срабатывает приблизительно через полсекунды не бесит далее с главного экрана по свайпам все более чем стандартно сверху вниз эта панель быстрого доступа снизу вверх меню слева направо и наоборот виджеты меню небольшое из интересного эта система оценки состояния здоровья по и стандартные для mosfet of измерения чсс тренировки погода музыкальный плеер через который можно управлять музыкой воспроизведенный на смартфоне к сожалению выделенной внутренней памяти в отличие от стратос 2 стратос 3 пейс на борту нет к слову на все эти перечисленные часы можете по ссылке в правом верхнем углу посмотреть обзоры и туда мало того что можно музыку закидывать так еще и на грудный датчик к ним подключать и загрузить на gts музыку на сами часы разумеется не получится далее есть таймер и секундомер но фоновом режиме они не работают уведомления где можно посмотреть все входящие sms будильник который можно завести без смартфона прямо часов компасы поиск телефона меню к слову можно настроить под себя в приложении летим дальше bluetooth здесь версии 50 скажем так минимально допустимый подключить внешний bluetooth устройство возможности никакой нет к примеру беспроводные наушники или кардио датчик к вайфаю часы не подключаются спортивных режимов на борту в стоке 12 штук плавание на открытой местности в бассейне присутствует gps на борту что крутое местоположение в часы определяют до 12 секунд изредка и за 7 секунд справляются карты часы строят хорошо но бывает и небольшое отклонение в маршруте до 3 метров загружать маршрутные часы возможности нет как и пользоваться плеером во время тренировки напоминание разминки приходит звонить часов нельзя входящий вызов можно только сбросить или включить беззвучный режим вибромоторчик хороший но настроить силу вибрации нельзя но в приложении можно установить пользовательскую вибрацию за что отдельное спасибо уведомления приходят практически моментально смайлики не отображаются иконки приложений видны а я надеялся что смайл они все-таки за это время заведут но нет уведомления можно посмотреть и удалить быстрых заготовок на вызовы и сообщения также нет пульсометр работает как в автоматическом режиме с периодичностью минимум одну минуту так и вручном пульс воздуха часы измеряют на руке показатели хорошие но иногда показатели были заоблачные но это редко сон мониторит корректно как и фазы сна но дневной сон не считают далее емкость аккумулятора 220 миллиампер часов полный цикл зарядки занимает ровно два часа время работы так скажем не лучше так как при нормальном использовании с автоматическим измерением пульса каждые 10 минут включенным оловый сын дисплей 1 30 минутной тренировкой в день они максимум проживут до четырех дней при том что за первые сутки у меня ушло 30 процентов заряда с одной 30 минутной тренировкой за 30 минут тренировки с gps уходит до 8 процентов заряды далее водонепроницаемость 5 атмосфер разумеется их протестировал окунув в воду по итогу с ними ничего не произошло плавать принимать душ и так далее с ними можно спокойно про факты утопления во всяком случае я не читал единственное напоминаю что никаких погружений в морскую воду любые электронные устройства скажем так среднего ценового и низкого ценового сегмента не подразумевают то есть вы не можете в соленой воде плавать либо ходить в баню понятно если у вас они выжили после всего этого дела это хорошо но вообще они выживать не должны mosfet gts работает в паре с приложением зап на главном экране в приложении имеем три вкладки на первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья вторая вкладка предназначена для тренировок и последний это профиль через которую можно перейти к настройкам самих часов на главной странице часами мы видим заряд аккумулятора в процентах что хорошо и удобно магазин с циферблатами их там достаточно вдобавок любую фотографию на заставку поставить можно и в стоке на часах есть пользовательские watch face и которые можно настроить под себя помимо вышеперечисленного также есть возможность настроить разблокировку смартфона часами и настройки работы часов обновить прошивку приложение можно и обновление мне уже прилетали и не раз минус это слабое время автономной работы подсчета сна на самих часах не отображаются нет микрофона нет динамика нет калькулятора нет она все нет возможности вставить sim-карту нет возможности пользоваться плеером во время тренировок смайлики не отображаются нет заготовок для быстрого ответа разумеется нет никакой отдельных галереи цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео да и в названии вы ее скорее всего тоже увидели если промокоды смотрите в моем телеграм канале по ссылке в прикрепленном комментарии со скидками пролистайте там плюс есть еще доп обзоры различные допустим на viva в 70 pro плюс или примеры работы фронталок основных камер сегодня по-любому загружу на q5 про на который обзор уже к слову был резюмируем asfit gts по большей части подойдут тем людям которым нужны смарт с хорошим дизайном легкие со стандартным приложением и не больше как по мне пользоваться ими очень удобно все интуитивно понятно для легких пробежек и повседневного использования mosfet gts действительно хороши несмотря на свои минусы нет там этих смайлаков да и черт с ним но так как это относительно старенькая модель на данный момент сто процентов советовать к покупке их не могу от китайской версии которая у меня была на обзоре они конечно отличаются так как некоторые функции вырезана некоторые наоборот добавили к примеру всем необходимый always on display так что подписываемся на телеграм-канал взаимопомощи на телеграм-канал скидок пишем в комментариях что еще купить на обзор подписываемся на этот канал приходим 30 числа на стримы пообщаться девайсу однозначно и да добра и удачи вам дорогие друзья